Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Новости в гостях. Нова выиграла первый матч чемпионата страны в Суперлиге. Новокуйбышевцы погасили факел в Новом Уренгое. 2-3 счет по партиям. Хотя первые два периода они досадно проигрывали борьбу у сетки 25-21 и 25-18. Зато вторая половина прошла под диктовку Новой. Они сначала счет сравняли 21-25 и 16-25, а затем и вырвали победу на тайбреке 13-15 и закрепились в середине турнирной таблицы. Первое место у казанского «Зенита». Воскресенье 17 сентября новопринимает «Динамо» из Сосново-Бор Ленинградской области. МТЛ-Арена 17-0-0. Стопроцентный результат показывают тольяттинские гандболистки на старте национального чемпионата. В Суперлиге «Лада» уверенно выиграла второй матч подряд. На этот раз в гостях у Адыгейский госуниверситет 36-18. Первая партия тоже осталась за «Волжанками» 16-10. Пока «Лада» расположилась на втором месте турнирной таблицы. На первом – Ростов-Дон. В среду «Лада» поедет добывать победу в Краснодар к местной Кубани – третьему номеру соревнований. Девять матчей и всего две победы «Лада» уже который год не может удачно стартовать в чемпионате КХЛ Восточной конференции. Очередной матч «Тольяттинский клуб» проиграл питерскому СКА со счетом 1-3. Хотя первыми забили автозаводцы, однако потом «Лада» практически перестала бросать поворотом соперника. 24-8 в пользу армейцев. Результат питерцам принесли заброшенные шайбы в исполнении бывших НХЛ-овцев Павла Дыцука и Ильи Ковальчука. После этого фиаско «Лада» занимает предпоследнее место на Востоке. Лидер – Борис из Астаны, Казахстан. Очередной соперник «Тольяттинцев» – Минская «Динамо». Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!